Привет! Стоит ли сейчас устанавливать MIUI 12 бета-версию? Потому что сейчас только такая, и до глобальной осталось меньше недели. 19 числа обещают презентовать уже и глобальную версию, да и то лишь эта презентация. По воздуху она прилетит либо летом, либо ближе к осени, поэтому ждать долго. Возможно, прошивка понравилась тебе визуально, и возникло желание ее установить и попользоваться на своем смартфоне. Но, во-первых, прошивка бета по воздуху не прилетает, поэтому если уж и устанавливать, то ставить через Stoverpay Recovery. При этом должен быть разблокирован загрузчик, а это есть не у всех. Ладно, с этим разобрались, установили систему. Кстати, инструкция по установке появится сейчас в подсказке, также ссылка в описании. Первое, что нас встречает, это система, похожая на iOS. Даже на презентации они говорили то, что равнялись на iOS. Я не считаю, что это плохо, главное, чтобы плавность была такая же, как на iOS. Кстати, о плавности и багах. Они тут, конечно же, есть, бета-версия все-таки. Никто же не заставлял ее устанавливать, поэтому баги и фризы надо принимать как должное. Я бы не советовал сейчас устанавливать MIUI 12, даже если очень хочется. Почему? Первое, нету русского языка. Из более понятного это всего лишь английский. Я знаю, что есть версия MIUI 12 от Xiaomi EU, это такие мододелы. Вот, только не на все смартфоны пока что они делают свои прошивки. Например, на мой Redmi Note 8 Pro нету еще Xiaomi EU на 12-й MIUI с русским языком. И русификация с помощью сторонних программ не даст полной русификации системы, потому что именно системные шрифты будут также на английском. Русского не будет. Изменится лишь только название в некоторых приложениях. Второе, нестабильность системы, баги, вылеты, дерганая анимация. Контрол-центр при перезагрузке устройства первые секунды дико лагают и погружается анимация. В итоге неприятно. Также анимация может подглючивать, когда ты закрываешь приложение. Третий пункт, мне уже с десяток людей написали, что у них проблемы с телефонами из-за немножко кривых рук. Даже неопытные пользователи лезут разблокировать загрузчик, чтобы установить себе 12-ю MIUI. Нажимают что-то там в ТВРП-рекавре, не зная, что они делают. А потом в основном пишут мне в ВК в личные сообщения, жалуются, что у них телефон превратился в кирпич, либо вечно перезагружается. Дурость же, зачем это? Действия же опасные, зачем это вообще начинать делать? В каждом же видео вас, скорее всего, предупреждают, что если не знаете, как и что, то лучше вообще не делать. Еще один момент. Человек захотел обратно на MIUI. Как сделать откат, он не знает. Лезет в рекавре, прошивает архив с 11-й MIUI на 9-м андроиде. Если так сделать на Redmi Note 8 Pro, то кирпич гарантирован. Восстановление только через сервисный аккаунт. В итоге, если есть опыт, нету страха, есть деньги на мастера, который в случае чего восстановит кирпич, то, пожалуйста, можете установить MIUI 12 на пару дней, понять, что и как, а потом вернуться обратно. Потому что, еще раз повторю, это бета-версия. Для тестеров, для разработчиков, для мододелов, для блогеров, которые снимают и показывают вам эту прошивку, чтобы вы сами не мучились с установкой и могли просто посмотреть обзор на ютубе. Но никак она не подходит для обычных пользователей пока что. Ждем глобальную версию по воздуху. Оболочка достаточно интересная, есть потенциал. Красивый с виду анимации и элементы системы. Баги исправят, система будет работать быстрее и стабильнее. Но нужно ждать. Сейчас вернемся в прошлое. Еще в прошлом году мы пользовались MIUI 10. И настало время, когда разработчики начали раскидывать обновления на первую волну своих смартфонов. В основном это флагманы и последние актуальные модели Redmi и Xiaomi. Потом уже и на более старые смартфоны начали поступать обновления. Я ждал MIUI 11, обновился. Но когда я впервые начал пользоваться системой, то особых изменений в сравнении с 10 не увидел. Немного расстроился и забил. Но с MIUI 12 немного не так. Я будто взял новый смартфон. Ощущения от системы иные в хорошую сторону. Я сейчас говорю чисто про визуальную составляющую. Также и про анимации. Минуя баги и лаги. Это уберут. Старый для меня смартфон дает мне новое ощущение от использования. Это похвально. Я безусловно рад таким изменениям. Но все равно вернулся на MIUI 11, как только снял обзор. Так как она просто стабильнее. Вот так. Надеюсь ролик понравился. Оценивай. Делись роликом с друзьями. Ну и заходи в комментарии под этим роликом. А вот насчет подписки на мой канал говорить не буду. Потому что если ты досмотрел до этого момента, то ты теперь автоматически. Мой подписчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok